И всем привет, ребят! С вами Мистер Банк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на повестке дня обзор нового устройства на Жигу. Жигу с пульсаром. Посмотрим, как она будет работать в нашем замечательном матчмейкинге. Насколько она будет актуальна. Ну и это устройство, которое мы вместе с вами получим на наши аккаунты с золотой лихорадки. И уже получается через... Сколько? Через вроде как 4 дня. Именно тогда у нас будет возможность забрать эту замечательную Жигу с золотой лихорадки за... Сколько? За 333 лисника. Сыграем на этой Жиге матчмейкинговый бой. Что касаемо вооружения, то я выберу сегодня вот такое вот интересное сочетание в виде хантера Жиги с пульсаром и с дроном. Лавкач. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся с обзорами как раз таки вооружений, которые у нас только-только появляются в игре, то обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Ну и конечно же не забывайте нажимать на колокольчик, не пропускать новые видеоролики. И не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры. В аккаунтике вот здесь вот устанавливаете темпе, дальше оформляете покупочку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Так, ну а я в свою очередь пикую обычный дефолтный быстрый бой. Не будем выбирать здесь режим, посмотрим что нам предложит сам матчмейкинг, посмотрим на жигу с какими критами она вообще, насколько она эффективна и насколько жестко вообще работает это устройство. Есть ли поджог, например, с пульсаром на эту жигу или нету этого поджога. Сейчас на все эти вопросы мы вместе с вами получим ответы. Ну и заодно посмотрим, как это будет все работать, насколько эффективно. Закидывает нас, ну не на самую, наверное, прекрасную карту для реализации жиги. Это магистраль в режиме ЦП. Но я думаю, что будем пробовать. В принципе, наверное, эта карта пойдет, поэтому перепикивать не будем. Так, ну что, влетаем в базу противника, смотрим на урончик. Поджог у нас есть. Да, все ли у меня правильно стоит? Да, жига с пульсаром. Поджог есть. Количество критов, наверное, значит уменьшенное. И значит, значит у нас будет просто плюс-минус дефолтные параметры на жиге с минимальным дополнительным критом. Да, так ли это все на самом деле? Посмотрим после этого боя. Зайдем на википедию нашей игры и проверим. Так, ну я вот сейчас дал только лишь один крит. И то противник прожал в этот тайминг аптечку. И, соответственно, я ничего ему дополнительного не нанес. Абсолютно. От слова совсем. Это, конечно, плохо, что аптечка прожалась в такой тайминг, когда у меня вылетел крит. Но критов, если честно, крайне-крайне мало. Крайне мало. Да, то есть я уже выдал, наверное, 5 баллонов. Вот это второй крит за 5 баллонов. Поэтому довольно мало критов у нас вылетает. Но, в принципе, наверное, если этот крит будет тайминговый, да, и я буду надувать противника дополнительно, то, наверное, это будет очень неплохой статус-эффект. Да, если еще учитывать тот факт, что у нас все статус-эффекты на продувы, ну и на жигу в том числе, занерфили, то, наверное, этот пульсар, если не нерфит как раз-таки параметры вашего урона, то очень и очень неплохой вариантик. Ну, вроде как, по ощущениям, урон у нас вылетает плюс-минус такой же, как с дефолтной жиги. Соответственно, это должно все дело выглядеть уже довольно-таки неплохо. Так, ну вот сейчас очередной крит у нас залетает. Крит урон у нас с пониженным как раз-таки дамагом, но зато доносит все статус-эффекты по противнику, что является очень и очень неплохим дополнительным плюсом. Так, противник у нас один выходит. Попробуем здесь, наверное, такой вот овердрайв раздать. Целить двух оппонентов, при том, что я на хантере, я думаю, что особо смысла держать эту оверку у нас нету. Поэтому просто накидываем большое количество урона. Ну и стараемся как раз-таки контролировать большую количество точек. Ну и как раз-таки важные зоны. В нашем случае это вражеский респаун. У хантера вражеского есть овердрайв, который он может, кстати, здесь, наверное, прожать. Да, он его проживает, но даже не успевает прожать. Ничего себе, я его поджогом сливаю. Шикарно. 12 килов у нас уже есть за 3 минуты. Ну и, по идее, наверное, мы вместе с вами идем на досрочку в рамках этого боя. Потому что все пока что складывается именно в этом ключе. Мы можем вообще поменять здесь резисты. Потому что я смотрю, что у меня особо неполезный резист для этого боя. Ну сейчас попробуем еще. Повъезжаем, посмотрим. Да, то есть если будет меня так сильно респить, то может быть я как раз-таки... Ой, извиняюсь. Резист от Теслы возьму. Потому что у меня резиста от Теслы сейчас нету. Так. И здесь еще Теслочка дополнительно накидывает урончик. Пробуем под диктатора открыться. Хорошо. Хорошо. Так. И теперь бы еще что-то дополнительное накидать. Накидать, накидать. Мамонт остается без аптечки целый. Так. Ну а я в своем случае постараюсь, наверное, таки сейчас как-нибудь правую зонку пропушить. К базе противника. Так. И что я постараюсь... Ой-ой-ой. Надо было овердайв нажать просто в этого хопера. Тупо меня вот так вот не мог набревать. Но я, к сожалению, этот овердайв не прожал. И меня на респ унесли. Так. Здесь по Хантеру... Ой, по Хантеру, по Круссайдеру в принципе и так урона неплохо залетело. Дополнительно ничего прожимать не вижу особо смысла. Соответственно, мы вместе с вами можем сейчас вот тут поймать противника. Вот так вот на двоих. Очень вкусно прожать. Постараются наши тиммейты, я думаю, что сейчас забрать эту точку. Ну а я в свою очередь под пушу агрессивней. Ой-ой-ой. Под статус эффекта как раз посадил там тоже молодого человека. И добавочка у нас тоже неплохая залетает. Но пока что мне эта жига, если честно, нравится. Да, то есть выглядит очень прикольно. Будет интересно посмотреть, что у нее по характеристикам на Википедии написано. Да, пока что выглядит очень прикольно. Если там урон не пониженный, а только вот этот крит пониженный и нанос статус эффектов с крита, то в принципе, наверное, это даже, наверное, лучшее устройство на жигу на сегодняшний момент времени. Мне так что-то подсказывает. Вроде как оно так и есть. Так, у нас остается 9 минут до конца боя. Мы вообще очень неплохо вели изначально по этой катке. Но сейчас я смотрю, что у нас уже отрыва как такового-то и нет уже. Да, противник пытается камбэкать, но наши тиммейты, ну, не сказать, что контролят большое количество точек. Давайте попробуем тоже, значит, помогать им. Попробуем сейчас выехать вот сюда, вот, в точку Е. Попробуем ее забрать. Иммунитет от поджога вот кто-то использует до сих пор в нашем матчмейкинге. Так, у Викинга есть Сюбердрайв. Так, подъезжаем сразу к нему в упор, чтобы если он даже вдруг подумал его раздать, то у него бы не получилось. Так, ну, а наш тиммейт все равно точку здесь не забирает. Так, у Крусейдера есть Сосуля, которую он успешно, кстати, прожимает. Так, ну, и у нас 4 точки под контролем. Башня, конечно, под заморозкой теперь приваривается прям очень сильно. Прям мега сильно. Так, ну, а у нас противник в очередной раз забирает все точечки. Так, и значит, наша задача как раз-таки опять давайте подпушим Респ и постараемся здесь... О, хороший Крис, кстати, залетел. Попробуем забрать вот эту точку. Успеем? Да, успеем 2000 хотя бы нанести и забрать этого Мамонта. Но у него, по идее, наверное, даже Увердрайв быстрее копится. Мне особо сильно невыгодно такие вещи делать. Так, нашу Д-точку постоянно противник забирает, но я, если честно, не хочу контролировать нашу точку. Я хочу контролировать точку противника вот такую же самую, то есть на базе, только точка противника. Она, мне кажется, что в моем случае более приоритетна. Так, я вижу 2 Теслы, 2 Магнума и 2 Шафта. Именно такой рез давайте я возьму, чтобы у меня здесь резист был от противника Магнум. Так, 2 Теслы было, да? И 2 Шафта. Вот такой вот резист мы возьмем. Это как минимум от шестерых, а может быть даже от большего количества резистик рабочий. Поэтому будем пробовать сейчас его реализовывать. Что касаемо ловкача по джигу. Ловкач, я думаю, что это самый лучший дрон на сегодняшний момент времени под эту пушку. Да, потому что сочетается скорость, а ваша задача как раз таки доехать до противника, чтобы в упоре накидывать по нему большое количество урона. Да, поэтому это очень эффективно работает. Ну и плюс, дополнительно у вас есть возможность, если вы играете, например, на комнивый захвате флагов, да даже в принципе в ЦП, да, у вас есть возможность быстрого передвижения. Да, то есть вы можете быстро с точки на точку передвигаться, в регби, в захвате флага вы можете просто быстро доставлять флаги мячи, ну и спокойно вот эту вот всю темочку реализовывать. Так, я точку скрутил, но, к сожалению, меня здесь забрали. 6 минут до конца у нас остается. Постараемся сейчас, наверное, давайте въехать как раз таки в эту центральную точку. Мне, конечно, вообще наверх и на центр ехать абсолютно невыгодно, из-за того, что у меня как раз таки ближнебойная пушка и открытая дистанция. Ну, это явно не то, что мне здесь нужно, поэтому давайте лучше я прокачу до противника, попробую его слить и забрать уже тогда их базовую точку, а нашу центральную кто-нибудь из тиммейтов заберет, да, как это и происходит. Шикарно. Тиммейты забирают, я тоже забираю, надеюсь, что успею полностью забрать. Хантер овердрайв не вжимает меня, точку забираю, но у нас при этом тиммейты теряют и другие точки, это очень, конечно, плохо. Довольно близкая будет концовка по ощущениям, ну, до концовки еще, конечно, 5 минут, можно, конечно, еще постараться здесь сделать досрочку, но пока что, к сожалению, досрочкой у нас здесь не пахнет. Так, въезжаем сверху на крусейдера, овердрайв у меня появляется, хантера, жига здесь сливается, так, ну и мы должны, по идее, эту точку без проблем забирать. Викинга есть овердрайв, смотрю на него, если нажимает, то жму в ответку. Нет, к сожалению, я быстрее улетаю на рез, чем смотрю на него и прожимаю в ответку. Так, ну у нас 3 точки под контролем, было только что, в принципе, в принципе, по контролингу пока что все выглядит неплохо. Ох, шикарный хантер овердрайв прожимает, просто идеально стопит 3 оппонентов, которые попытаются сейчас как раз-таки забрать, наверное, а нет, не будет иметь точку забирать, или будет. Я думал, что он на голд поедет, а, ну да, он едет на голд, шикарно. Так, в таких моментах противник въезжает на голд, а не на захват точки, это, конечно, выглядит очень хорошо. Так, 3 оппонента вот здесь у нас, но только лишь одного я зацепил. Ну и, в принципе, наверное, это оправданное решение, да, то есть при том, что мы контролим 5 точек, то как можно дольше мы контролировали большее количество точек, это выгодная вещь, да, хоть и даже там на немножко, но все равно 5 точек мы подконтролили, сейчас 4 у нас возможностей контролировать. Надо это стараться удерживать дело, так как когда вы контролите в таких режимах 4-5 точек, то у вас отрыв очень-очень быстро увеличивается, прям мега быстро, прям мега быстро. Так, ну и пульсар выглядит, кстати, очень круто, очень круто выглядит пульсар. То есть, если бы это была бы чуть-чуть-чуть поменьше карта бы, то еще бы жестче бы показывала бы себя Жига. Просто здесь, за счет того, что эта карта у нас не маленькая, сама реализация этой пушки чуточку, ну, тяжеловато, тяжеловато, будем говорить, наверное, так, плюс-минус. Так, у нас противник забирает опять 3 точки, попытка забрать правую зону должна быть успешна, должна быть успешна, должен я здесь страховать своего тиммейта, который быстро улетает на респ. Гаусс мне дает сводянку, и Хантер прожимает сверху добавку овердрайва. К сожалению, улетаем на респаун, по 2 точки у нас на контроле, ну и обещает быть очень жаркой концовочка в этом бою, потому что пока что противник выглядит очень и очень неплохо, да, по всем параметрам и по контролю точек, и по вооружениям, и по набитию очков, да, то есть здесь у ребят все в полном порядке, поэтому я пытаюсь, наверное, акцентировать внимание вот на захват таких точек, потому что вот эта Ешка, она, ну, наверное, на сегодняшний момент времени на этой карте, это самая главная точка с нашей стороны, да, то есть если мы контролируем вот эту вот важную часть зоны противника, то у нас должен сразу отрезаться дополнительно центр, да, и у нас получается контролинг центра и плюс базовые точки противника. Это выглядит очень неплохо, но вообще лучше всего просто хотя бы что-то дополнительное забирать, это будет выглядеть уже неплохо, если даже у вас Е не захватывается, то хотя бы дополнительно какую-то точку забираете, и уже выглядит все это дело неплохо. Так, ну, у нас противник забирает уже очень большое количество точек, я сейчас в соло захватил Цшку, но при этом у нас улетело еще две дополнительные точки, и самое противное и плохое в нашем случае это то, что мы не контролим центральный верх, да, центральный верх на этот момент времени это очень важная позиция, которая, к сожалению, в нашем случае не контролится. Так, шар запускает у нас здесь оппонент, стопим его, чтобы он не мог играть под этот шар, ну и плюс там дополнительно вместо шарика застопил еще и оппонентика одного, попытка забрать Е-точку, самую важную точку, на мой взгляд, на этой карте, но хотя бы скрутил на ноль, уже неплохо, минута 20 до конца, будет ли у меня еще один овердрайв, вопрос. Успею ли я его набить, но тот овердрайв точно по таймингу очень правильно прожимался, я в этом уверен на 100%, да, то есть то, что там его сейвить точно не было смысла, у нас была возможность отбора дополнительных точек, и когда есть такая возможность, то ею всегда, конечно же, нужно пользоваться. Три точки у нас на контроле, остается 55 секунд до конца, наша задача сейчас попробовать забрать хотя бы еще какую-то дополнительную точку, либо просто удержать что-либо, попытка забрать С-шку в соло, сливаю всех моих тиммейтов, но я, к сожалению, не успеваю ее забрать, на нуле пока что она держится, Б-шка у нас уезжает, А-шка даже уезжает, очень плохо, очень максимально плохо, 30 секунд у нас до конца, овердрайв диктатор вражеский раздает, ни одного крита у меня не залетает по нему, противник пытается сфокусироваться на наших точках, забираем точку А, отрыва уже нету, противник уже впереди, 50 секунд до конца, попытка забрать С-шку от тиммейта, но ему нужен саппорт, при этом слетает А или не слетает, или не слетает, не слетает, но С-шка при этом тоже не забирается, и мы, к сожалению, проигрываем все-таки этот бой, шикарный еще стоп овердрайва под конец от противника, но, к сожалению, мы проигрываем и зарабатываем 41 килл, 930 очков, при этом набираю я за этот бой. В целом, на мой взгляд, джига выглядит очень неплохо, если как раз-таки рассматривать это устройство, и поэтому давайте зайдем сразу же быстро на Википедию, и посмотрим параметры этого устройства, да, потому что, на мой взгляд, она... Критический урон просто только убирается, и все. Просто крит урон, то есть это очень крутое устройство, очень сильное устройство. Полторы секунды пробития, оглушение 0.4, одна секунда минус расходки и подава на 3 секунды. Выглядит прям мега круто, мега круто, да, если просто посмотреть на статус эффекта, то это, по сути, все статус эффекты в одном ключе, да, с пульсарчиком. Крутяк, 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 при том, что критический урон даже не понерфленный, то есть он, частота выпадения такая же, как у дефолтной жиги, единственное, только просто крит урон у нас наносит на 90% меньше урона, и все. В целом, круто, круто. Наверное, я думаю, что это даже лучшее устройство на сегодняшний момент времени для жиги, по крайней мере, из статус эффектных устройств 100%, но то, что касаемо без статус эффектных устройств, там надо, наверное, потестировать. Но я все равно, я думаю, что, наверное, это лучшее устройство. Исходя из характеристик и возможности его реализации, я думаю, что это будет лучшее устройство на жигу. А как вы думаете на этот счет? Считаете ли вы это устройством сильным, исходя из этого боя? Хотели бы вы его получить, я думаю, что оно даже того стоит. И уже в ближайшее время я, как и вы, смогу его на свой основной аккаунт получить за как раз-таки золотую лихорадку, за три леснички. Если вам понравился данный доз, то обязательно поддержите ее лайком, подписывайтесь на этот замечательный канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!